Спонсор видео-магазин компьютерных игр заказака.ком. Лучшие цены в Рунете и ежедневная раздача дорогих игр на халяву. Все это можно найти по ссылке в описании. Привет, я Антон Акулич и вы смотрите Рэп Ньюс. Подборку самых шумных новостей прошедшей недели в категории русский рэп. Главным событием на сегодня является батл Слова из Питера, который наконец-то порадовал нас нормальным батлом, ведь его можно пересматривать множество раз. Не побоюсь такое сказать, но 1347 выглядел на голову выше своего оппонента, Микки Мауса, на его же площадке. Опыт все-таки сказывается. Первый раунд Ильи вышел мощный, но шутки про хачей в сторону Руслана уже не круто и не актуально. После чего начинается раунд 1347, который в итоге и стал роковым. Мощные панчлайны и уверенная читка просто не дают шансов его оппоненту. Всем привет, жители культурной столицы! Твоя тёлка шлюха, шлюха, блять, твоя тёлка, сука, шлюха, ебут её все, грязная шлюшка, фу! Ебут её все, всегда, повсюду, фу, как так можно? Да, бедрят, тебе дорят, твою тёлку ёптать огромным хуем, как мой, но не твой. У тебя маленький, а у меня нет. Вот и жарят её, Вася, жарят. Вот так вот, на, 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 сот, сот, сот. Давно так Руся не радовал нас отличными батлами, когда уже после первого раунда понятно, кто победитель. Ощутимо, что Миги не ожидал такого напора и выступил намного хуже первого раунда, но всё же пару острых моментов было. Например, дерзкие высказывания по поводу Версуса и его участников. Второй раунд Руслана слишком затянут и в тексте много воды, но всё же за этим было интересно наблюдать, как за хорошим шоу. В общем, батл вышел очень мощным. Советую каждому глянуть этот замес Питера и Краснодара. Я ради принципа отказался от Версуса на основе Сентега. Ради того, чтобы люди становились тут от фраз мокрыми. Так что здесь я за батлом, сука, а не за просмотрами. Открытие года. Открытие настолько, что жопа раздвинута и всегда открыта, как двери в мерзкий подъезд. И пусть дорога к ней не забыта, как слова, что сказал один деревенский балбес. Да, я не знаю, почему каждый участник слова теперь почти как враг там. Зато мы здесь за батлом, суки, а не за контрактом. А сейчас мы поговорим о шумных питерских друзьях, бывших участниках команды «Грехи отцов» Джубили и Галати. Которые на этот раз сделали ремикс на всеми известный трек «No Flag Zone». Ёбаные вроде какие батлы, ребята, все эти рэперы в роли самоубийц в окне. Модные плагины из студии дорогие, но вы звучите хуже, чем новые beats by Dre. Что же можно сказать по видео? Клипом это тяжело назвать обычное стрит-видео с небольшими эффектами, но Джубили в своем твиттере написал, что снят он был еще летом, но графику делали долго. Сразу же задаешься вопросом, что же можно было делать больше полугода? Ведь ничего необычного в этой работе нет. Похожий клип Туса на всю ночь уже известного нам рэпера снимался на регистратор авто и был создан за пару дней. Ни в коем случае я не хочу сказать, что это закос, ведь подобный эффект уже использовался в клипах LSP и L1, а также других популярных исполнителей. Мы засыпаем, мечтаем, уходим под сводоарен, на улицах, когда темно, когда никого уже нет. Смешаемая, дамя, ваш самый жестокий коктейль, я буду просто смотреть, ждать, ждать. Теперь по треку. Первый парт Джубили круто зарифмован, присутствуют полнострочные рифмы, все звучит очень качественно, но такой панч, как я ломаю выходными пальцами дисплей, я верчу, их нахудем, как пластинки диджей. Мы уже где-то слышали. Вы все горе-хищники, теперь в числе настигнутых жертв, и я их нахуй возвращаю, как пластинки диджей. Идем дальше и слушаем куплет от Вовы Галата, который на фоне Джубили сразу выглядит менее уверенным. Со своими банальными панчами про Quake 3 и Torrent, а также про Австрию и Вену, он меня поразил еще больше, чем твиттер-политик и самый умный рэпер по версии самого же себя, Сэй Мяу. Панчи, которые заюзали уже все русские рэперы, все еще актуальны у рэпера Галата, который утверждает, что он один из самых лучших текстовиков, но при этом активно пользуется никчемными и слабыми, по его словам, текстами рэперов из России. В общем, пожелаем удачи обоим исполнителям. Надеюсь, следующие треки будут на таком же уровне, как Battle Rap Made Me Do It. И еще, вскоре выходит их совместный микстейп, который вы сможете заказать на iTunes, ну или по старинке скачать бесплатно. После выхода нашумевшего фильма от Андрея Звягинцева, рэпер, чье имя также является не совсем авторским, решил сделать клип с одноименным названием «Левиафан». Было ли это ради рейтинга, неизвестно, но в клипе Билли Миллиган, подобно сценарию фильма Звягинцева, гнет жесткую линию и продолжает нагнетать обстановку, рассказывая о грустных реалиях славянского общества. Множество интересных цитат из трека социального характера и привычный для всех искаженный до безобразия эффектами голос. Все это можно услышать в новом треке. Традиционно клип снимали Лизуновы и, конечно же, порадовали отличным качеством и приятной картинкой. 666 оттенков черного вас ебут, тут повсюду глазные яблоки на снегу. Ни секунды на размышления, ты снайпер стал мишенью, и мир петлей вокруг гортани люто сдавит шею. На поражение огонь по своим, все легли штабелями, ты в той же яме рискуешь, уснуть навсегда, если их обвиняешь. Страна по локоть в крови и по колено в слезах, и ты своим жалким надеждам на лучшую жизнь соболезнуешь сам. Все чаще и чаще в рубрику талантов попадают рэперы из ближнего зарубежья, и сегодня у нас рижский рэпер Double G с треком Клич Богов. Качественное видео и плотный флоу, ядерная смесь. Думаю, я нашел вам нового рэпера для плеера. Молодец, вот на забитые банды, хип-хоп, ядовитая мамба, это только на вид моя банда, паренек, не трави им паланты. Сука, клинки, клейки, никто не в кино, хоуми, выкинь, лепет это не кино, рык и глык в калеке, леки, риги, треки, а ты пикни, мяки, и пик твой дно. А, ба, мое соло-патрон, слобный набор, слоб на топор, открой мне законом твой дом, познакомься со словом хардкор. А сейчас вкратце пробежимся по менее значимым событиям, но которые также имеют вес. Первый это новый мини-клип от Басоты, который он презентовал на своем канале для истинных фанатов, но через пару часов также успешно его удалил. Научившись на ошибках, я сразу выгрузил его с хоста к себе, и поэтому сейчас он выглядит как эксклюзив для выпуска. Наслаждайтесь! Когда новый трек, мне нечего ответить, им весь прошлый год я скручивал, взрывал, курил, но точно не тебе судить, пусть я плохой кумир, это как факт прими, но я живой как ты, я прошу пойми. Девятого марта Ване Нойзу исполнилось 30 лет, с чем я его искренне поздравляю. На следующий день он представляет долгожданный коммерческий клип под названием «Роботы». Мне кажется, никто не осмелится поспорить с тем, что у Нойза самые качественные клипы в России. Кто делает на подобном уровне? Хоть и творчество Вани давно уже не торт, но клипы его всегда радовали. По клипу «Роботы» можно сказать, что очень много усилий было вложено во все эти костюмы, в роботов и в спецэффекты, поэтому не будем уж сильно критиковать эту видеоработу. Мне приснился странный сон, электронный Вавилон, роботы со всех сторон окружили. Смок и полчища машину, небоскребов нет вершин, в небе только этажи расположили. Также встречаем новый клип от дотера Витя СД и короля подземки Саши Скула. Вспомним, сколько лет Витя в деле? Лет 10? Странно то, что он до сих пор не научился читать на камеру, и это не первый раз, когда он еле открывает рот. Например, в последнем клипе с тем самым Колей была подобная ситуация. А что можно сказать о Саши Скуле? На фоне Витя он уверенно подавал себя на камеру, но подобный подземный рэп с простым названием лирика я не особо выкупаю. По сути, клип вышел качественным, но над вонтажом можно было бы посидеть чуть больше времени. Я вырос пыльчивым ребенком, не из тех, кто после первой просьбы сам уходит к черту. Вокруг черно-белое кино, я умру этой весной, лови от жизни пинок, бро. Живые едят мертвое, мертвые живых, тебя ловят на живца и пинают под их. Сколько таких молодых и перспективных, каждый мнит себя избранным, мол, такой один он. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, а свои работы присылайте к нам на гугл почту. До пятницы! Я пытаюсь все забыть, оставить в прошлом все и вернуться новым человеком. Рождество, это конец моей истории, я запись стер, новый состав команды, это будет наш сезон.